Непривычно видеть кукурузу в таком состоянии. Обычно ее в Нижегородской области убирают на силос в период, когда она стоит зеленая, сочная. А тут пожухлая какая-то, невзрачная. Но именно к ноябрю в Нижегородской области кукуруза наконец-то созрела на зерно. И комбайны вновь вышли в поле. Теперь вот на уборочной работают круглые сутки и днем, и ночью. Кукуруза, чем больше в поле, тем больше она отдает влаги. Легче принимать это на элеваторе. Сейчас даже заморозки дополнительно ее подсушат. Это будет вымораживание, то есть дополнительное испарение. И никаких ограничений по уборке нет. Кукурузу можно хоть до Нового года убирать, лишь бы поля снегом не завалило. На качество зерна морозы не влияют, а для хозяйств растягивание сроков уборки даже выгодно. В августе-сентябре комбайны на уборке зерна работают, а потом и кукуруза поспевает. В результате комбайны не полтора месяца в году работают, а четыре. Уменьшаются сроки их окупаемости, а у механизаторов заработки увеличиваются. Жизнь заставляет искать пути для того, чтобы получить отдачу с гектара. Потому что сегодня затраты огромные. Для того, чтобы окупить эти затраты, необходимо увеличить урожайность. А урожайность можно увеличить только такими культурами, как кукуруза. Конечно, с выращиванием кукурузы на зерно в Нижегородской области далеко не все так просто. Если бы просто было, все бы за нее взялись. А пока у нас только два хозяйства этой культурой занимаются. В Пушкинском 80 гектаров убрали, да вот в компании Сантимир сразу больше 2000 гектаров посеяли. И, как оказалось, не прогадали. Вот сегодня на этом поле, где мы с тобой стоим, это 95 сотенеров с гектара дает это поле урожайность. Но зерновых невозможно практически получить. Ну, как минимум в два раза больше, чем зерновые. Ну, если реально, я бы считал даже в три раза больше, чем зерновые. Потому что зерновые для того, чтобы получить такие, ну, я знаю, что такое получить там 70-80 сотенеров, сколько надо туда вкладывать. Но, с другой стороны, производством зерна в Нижегородской области занимаются испокон века. Здесь и технологии его выращивания отработаны, и сбыт всегда есть, пусть даже по низким ценам. А кукурузу-то куда девать? Кукуруза – это такая культура, с которой изготавливается более 640 видов продукции. А то, что у нас еще это не принято, которое мы до конца не осваиваем, потому что у нас в России сегодня производится 3 миллиона кукурузов. По сравнению с Америкой они производят 360 миллионов тонн. Поэтому Америка сегодня весь мир кормит и продуктами, и животноводством, и также и по зерну, и по всем видам. Если кукуруза будет наращиваться такими темпами, у нас продовольственная программа – это производство мяса, молока, проблем не будет. Вот дубернские хозяйства Николай Иванович Рыбинда. Он говорит, мне надо срочно кукурузу. Я говорю, приезжай, пожалуйста, соседик, никаких транспортных затрат, ценой, договоримся, пожалуйста. Кукуруза сегодня один из важнейших компонентов в рационе питания животных. Без нее не получишь высоких надоев и привесов. Без нее не обходится ни одна птицефабрика. Россия закупает за рубежом миллионы тонн кукурузы. Так что рынок ее сбыта сегодня практически не ограничен. И везти ее из региона никуда не надо. Все здесь, на месте заберут. Даже наши птицефабрики сами за 5 с лишним рублей покупают, но мы бы чуть подешевле дадим на месте. Пожалуйста, нет вопросов. Но кукуруза же, это же необходимо и для нас своего животноводства. Мы будем их тоже включить в рацион. Не менее выгодна кукуруза и для растениеводства. Например, для выращивания того же зерна. Она и сорняки губит и является очень хорошим предшественником. То есть после нее на поле зерно лучше растет. Да и наши проливные дожди идут ей только на пользу. В регионах, где она массой выращивается, там часто она страдает от засухи. Здесь засухи нет. Почему же тогда, до сегодняшнего дня, никто этой культурой в Нижегородской области не занимался? Да все просто. Во-первых, не было подходящих для нашего региона сортов. Но наука не стоит на месте. Такие сорта появились. И благодаря им Нижегородская область стала самым северным регионом в мире, где производят зерно кукурузы. У нас автор сам приезжал в этом году, смотрел. Вот автор этих сортов, которые возделываются у нас лично. И он сам убедился. Автором этого является венгер. Он этим занимается всю жизнь. Эти сорта выведены были. Он выводил эти сорта. И когда он приезжал два раза в этом году, летом и перед уборкой, то же самое. И он удивился, что самая северная точка выращивания кукурузы на зерно является практически мы. И все же нижегородские хозяйства пока боятся переходить на эту культуру. Во-первых, это немалые затраты. Тут и семена надо покупать, и технику обновлять. А свободных денег сегодня практически ни у кого нет. Такие начальные вложения способны сделать только крупные агрохолдинги, которые даже в случае неудачи останутся на плаву. Здесь особенность технологии, то, что выращивается без обработки почвы, высевается специальными сейлками, которые не повреждают почву и разрезают растительные остатки предшественника. Сев производится, ну еще раз повторюсь, в максимально ранние сроки, потому что сорта гибриды, которые высеваются, имеют вегетационный период 105 дней от всходов до технической спелости. И в Нижегородской области все-таки суммы температур недостаточно. Это крайняя зона для возделания кукурузы. И нужно уложиться, набрать эту сумму температур. На технологию Ноутил, ее еще называют нулевой, без обработки почвы, в корпорации «Сантимир» перешли три года назад. Возможно, именно эта технология и позволила в этом году убрать кукурузу. Ведь сколько дождей выпало. При традиционной технологии со вспашкой и культивацией на этих полях в ноябре была бы сплошная грязь. Сюда комбайны запускать было бы заведомо нельзя. Они бы просто утонули. А при Ноутил вся влага легко уходит глубоко к корням растений. А нетронутый верхний слой дерна прекрасно держит многотонную машину. И сегодня это площади для того, чтобы выращивать на этих площадях физически невозможно по старой технологии работать. Это физически, это невозможно. Переход на новую технологию позволил компании заняться не только выращиванием кукурузы, но и производством других доселе невиданных на нижегородских полях сельскохозяйственных культур. У нас и подсолнух созрел, и убирали и подсолнух, и кукурузу. И сою мы в этом году пропное. Ну как пропное у нас было, 100 гектар посеяли и убрали на зерно. Мы на следующий год и сою будем увеличивать. В ближайшие несколько лет компания планирует увеличить посевы под кукурузой, подсолнечником и соей до 10 тысяч гектаров. И тем самым обеспечить регион собственными высокоэнергетическими культурами.